И зорко не горыть, и не вяня венок. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения признанного классика белорусской литературы Максима Богдановича, прошел в читальном зале Солигорской районной центральной библиотеки. Один из самых любимых поэтов Беларуси родился 9 декабря 1891 года и прожил всего 25 лет. При жизни была издана единственная книга его, стихов «Венок». Отдать дань уважения поэту, человеку необыкновенного таланта и судьбы собрались работники библиотеки и школьники, ученики 2-й гимназии и Хоростовской средней школы. Многим из нас можно многому чему поучиться у поэта. Молодым это приклад и узор служения своему народу, своей родиме, поэтам формам письма и пригожему письменству. Чем больше мы выучаем Максима Богдановича, тем больше он шматгранный. Загадок хватит еще на многие-многие годы. А левя дома, что с Максимом Богдановичем наш белорусский народ смог поглядеть далеко уперед. Бошмат поэтов, которые пишут свои творы, как потом выдать выбранное. А есть поэты, которые пишут только выбранное. Да их и належу Максим Богданович. Мероприятие посетила солигорская поэтесса Валентина Бабко-Алишкевич, которая прочитала цикл авторских стихов, написанных о творчестве классика белорусской литературы. В своем выступлении она также отметила, что природа наделила Максима Богдановича многогранным талантом, позволила успешно реализоваться как поэту, прозаику и критику. Его жизнь является примером высокого служения родному белорусскому языку, родному народу. Богдановича потребна вывучать. Тому такие встречи я уже не первый раз принимаю в делу. И вельми рада, что дети, наши дети, разумеют, читают с задовольнением, навыц спевают песни. Меня, скажем так, как поэта, верши Богдановича натхняюсь писать, свои верши. Но его память я присвечаю. Могу сказать так, как матуля, как женщина, я могу только пашкодовать, что жизнь оборвалась на взлете.